Современный дизайн, просторные рекреации и кабинеты, современные учебные оборудования. Пристройка Квидновской гимназии была открыта месяц назад, но уже стала предметом гордости и педагогов, и руководства заведения. У нас хорошие кабинеты вот эти. У нас два кабинета линейкофоновых, еще два кабинета информатики. У меня сейчас четыре кабинета информатики в школе. То есть мы вот эту цифровую образовательную среду создаем. Первым делом депутату Московской областной думы Юрию Липатову показали просторную столовую. Сопровождавшая его начальник управления образования администрации округа Наталья Киселева поинтересовалась у ребят, нравится ли им питание. Какое у вас самое любимое блюдо? Что больше всего любите кушать? Я котлеты. 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 Местные котлеты. Показали депутату и учебные классы, и медицинский кабинет, который также расположен в новой пристройке. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как у вас сейчас обстановка с пандемией? Более-менее поспокойнее же все стало? Более-менее стало, конечно. То есть уже таких опасений нет? Нет, нет. Но все равно термометрию проводим каждый раз. С температурой высаживаем. Следующим пунктом в визите Юрия Липатова в учебные заведения стал отчет перед педагогами о деятельности в должности депутата. В ходе него он рассказал о своем участии в различных мероприятиях и проектах. В течение минувшего года под эгидой партии «Единая Россия» было реализовано более 10 региональных федеральных проектов и акций, в которых я лично принимал участие. Я, как и все мои коллеги, на систематической основе вносил вклад в борьбу с пандемией. Излишне средств было пожертвовано 500 тысяч рублей клинической больницы в городе Видное. В финале встречи Юрий Липатов подарил руководству Видновской гимназии снегоуборочную машину, что в нынешних погодных условиях весьма актуально. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.